добрый день любое другое время суток по вашему выбору мы возвращаемся к чтению показаний генриха и годы на третьем московском процессе ну я напомню как это все выглядит да вот то есть зале суда сидят избитые в хлам просто мясо вот всякие года бухарин рыков там перед к точнее за спиной у каждого стоит сотрудник нквд с наганом уткнутым в затылок да вот все зрители все там я не знаю машинистки журналисты все это сотрудники нквд а точнее сотрудники гпу ну по крайней мере так пишет в своих книжках конца тридцатых годов лев давыдович троцкий именно так он описывает эти процессы вот поэтому вот представив себе эту картинку мы вернемся в зал заседаний и почитаем что же там дальше сказал и года но мы как бы закончили на том что его да все признал там горького вот куйбышева все такое там ну и сказал что он как бы только приказы исполнял который ему передавал янукидзе от бухарина и рыкова судя по всему ну и соответственно тут уже идет допрос да я кстати анонсирую у нас сегодня в эфире тут появится гражданин бухарин больших количествах потому что к нему тоже вопросы есть вот и так председательствующий есть ли вопрос у вас товарищ прокурор вышинский конечно значит если подытожить ваше объяснение то можно будет сказать следующее первое что вы признаете себя виновным в давнешнем участие в подпольной работе права и года второе что вы признаете себя виновным в том что были одним из руководителей права троцкийского подпольного блока и года до признаю вышинский 3 что вы преследовать преследовали вместе с этим блоком цель свержения советской власти и восстановление в ссср капитализма и года до признаю была задача захватить кремль вышинский что вы избрали средством для свержения восстания в момент преимущественно войны это так и года нет это не так вооруженное восстание это бессмысленная вещь об этом могли думать только эти болтуны но суть по всему имеет ввиду своих коллег вот а вы думали о чем же о дворцовом перевороте вот то есть о насильственном перевороте произведенном узкой группы заговорщиков и года да так же как они вышинский преимущественно приурол приурочивая к военному наплодению ссср иностранных государств или у вас были разные варианты вариант был один отвечает и года захватить кремль время не имеет значения вышинский вы стояли на точке зрения целесообразности в случае войны подготовить и обеспечить поражение сср и года на этой точке зрения стоял блок значит и я вы также признаете себя виновным шпионской деятельности нет в этой деятельности я себе себя виновным не признаю ну вот в этот вот момент сотрудник нквд за спиной и года начинает нервно шевелиться и пихать его стволом в затылок судя по всему вот но вы сами сказали что под вашим непосредственным руководством работало несколько шпионов и года да я это признаю вышинским вы знали что они являются шпионами да знал вы знали что они выполняют шпионские обязанности да знал значит вы им помогали и года я в такой же мере отвечаю за этих шпионов как балович был шпион спрашивает вышинские года да кто такой валович валович захар ильич ответственный сотрудник иностранного отдела нгп нквд заместитель начальника оперативного отдела главного управления госбезопасности нквд старший майор госбезопасности сужден в особом порядке и так далее там подобное родился в еврейской семье траляля вот харьковский технологический институт красная армия комиссар батареи вот ну и потом значит в гп у вот в иностранном отделе под прикрытием возможно имел отношение к похищению у теплого вот арестован по делу и годы вместе с женой нужно насколько я понимаю тоже под прикрытием работала вот в ходе фабрикации так называемого дела военно-фашистском заговоре ркк под давлением следствия дал показания траляля все дела вот то есть ну то есть нам априори рассказывают что все это было сфабриковано обожаю википедию вот внесем сталинский расстрельный список значит осужден в особом порядке к высшей мере траляля вместе с ним расстреляны там еще кучу народу вот на реабилитирован посмертно заключением главной войны прокуратуры российской федерации в 2002 году вот они от жена не было под прикрытием нет а просто домохозяйка извините вот но тоже была арестована вот то есть интересно да вот у нас тут фабрикация так называемого дела о военно-фашистском заговоре в июне 37 вот а потом нам тут вот его до прямым текстом рассказывать что она так и было но то есть если валович не виноват то и года видимо тоже не виновата вот тоже реабилитировать надо че не реабилитирует никак ну вот вы за валович и отвечаете спрашивает выршинский также как рыков за шаранговича шарангович кто такой это первый секретарь цк компартии белоруссии ни много ни мало вот там ярый сталинист ну сталинист в том смысле что очень много любил вопить на съездах про то что там уничтожим там фашистскую банду перестрелять как бешеных собак там изменников родины и предателя родины там требует отсюда применение высшей меры наказания расстрела уничтожить до конца 100 остатки японо немецких и польских шпионов и диверсантов но мы знаем эти за эту замечательную риторику вот ей в частности очень любили пользоваться местные секретари компартии и прочие партийные бонзы чтобы расчищать себе горизонт например от конкурентов да вот особенно в свете как бы конституции 36 года да и каких-то там предложений от какого-то сталина сделать выборы например конкурентными да то есть вот это вот все риторику мы знаем ну а потом в тридцать седьмом году в белоруссию приезжает маленков вот и как бы снимает шаранговича с должности вот ну там обвинение в том что они вместо колхозов создали совхозы по приказу польской разведки да вот и не ликвидировали их по приказу соответственно сверху ну колхоз от совхоза чем отличается колхоз это артель да то есть это грубо говоря крестьяне складывают свое имущество включая землю в одну кубышку да и вместе работают на долевом принципе да ну кооператив вот а совхоз это государственное предприятие где крестьянин тупо получает зарплату то есть превращается в сельского рабочего вот в связи с чем у него снижается мотивация вот фигня была при хрущеве да когда вот он из колхозов начал делать совхозы тут же снизилась мотивация к работе но зачем тебе работать много если ты все равно одну и ту же зарплату получаешь вот колхоз по-другому ты чем больше сделал тем больше получил как бы план отдал то есть вот себе выдали план до сделать сто процентов да вот если ты сделал 120 процентов или 130 вот все остальное забираешь себе и делишь по вот этому долевому участию в колхозе очень удобно совхоз это немножко другое нам надо по-другому как-то людей мотивировать до для этого государства в этом должно по-другому участвовать ну и соответственно иметь для этого дополнительные ресурсы вот вот при хрущеве эта фигня не проскочила вот ну заодно ему тут повесили что он соответственно правый троцкист что он готовил таракт против порошилова ну вот расстрелян на коммунарке реабилитирован в пятьдесят седьмом году из-за состава преступления даже в партии восстановили вот кто такой шарангович так вышинский они будет особый разговор сейчас я говорю о вас вы признаете что под вашим крылышком сидел целый ряд разведчиков немецких и польских шпионов правильно это или нет не года да вот вы знали об их шпионской деятельности и вы эту шпионскую деятельность покрывали его да да ну тут судя по всему тычки наганом затылок как раз идут я считаю что раз вы покрывали их шпионскую деятельность говорит вышинский значит вы им помогали содействовали и год нет в этом я не признаю себя виновным если бы я был шпионом то уверяю вас что десятки государств вынуждены были бы распустить свои разведки логично вот вышинский это было бы дело этими этих государств еще логичнее вот валович был шпионом и года я это сказал вышинский вы знали об этом его до знал вы его не арестовали и не расстреляли и года нет вышинский обнаруженных вами шпионов вы были обязаны арестовывать и расстреливать и года разумеется вышинский значит вы этого не сделали то есть иначе говоря помогали шпионам действовать как шпионам и года я покрывал их вышинский вы помогали и года помогал если бы я собирал материалы и передавал им но тут спорят как бы два определения до и года всячески пытается отбрыкаться от обвинения в шпионаже непонятно зачем если у него там нквд уже все выбило да там от зубов до показаний вот и взяло в заложники семью и все равно его расстреляет ну как нам рассказывает тот же гражданин солженицын например да вот то какого вот вот зачем вот эта вся перепалка а терминах до года и года конкретно пытается уйти из-под статьи за шпионаж то есть у него как бы статья может быть другая там кантихалатность пособничество все что угодно но не шпионаж вот почему-то вот эту конкретно статью он не хочет изо всех сил а вы знали что они передавали материал и года не всегда а иногда знали знал значит они передавали материал иностранным разве разведкам с вашего ведома и года нет вышинский вы были осведомлены о том что они передавали иностранным разведкам материал и года безусловно вышинские раз вы были осведомлены значит с вашего ведома и года при моем покровительстве вышинский хорошо при вашем покровительстве тому что они делали о чем вы знали это установлено и Егода. Да. Вышинский. Вы также признаете себя виновным в том, что государственные средства по поручению Блока передавали в распоряжение Троцкого? Егода. Признаю. Вышинский. И признаете себя виновным в организации осуществления террористических актов. Первое убийство товарища Кирова по поручению Блока и по предложению Блока. Егода. Признаю себя виновным в соучастии в убийстве. Это тонкий момент. Опять же, не убийство, не организация убийства, а соучастие в убийстве. То есть мы понимаем, что и Вышинский, и Егода, они в принципе в таких тонкостях толк понимают, и поэтому Егода очень цепляется за эти моменты. Вышинский. Соучастие в убийстве или в умерщвлении Минжинского. Признаете себя виновным? Егода. Признаю. Вышинский. В организации убийства Куйбышева признаете себя виновным? Егода. Признаю. Вышинский. В организации убийства Алексея Максимовича Горького признаете себя виновным? Очередной тычок ноганом в затылок. Егода. Признаю. Вышинский. У меня вопросов больше нет. Вот. У защиты вопросы есть? Комодов. Защитник, судя по всему. Подтверждает ли подсудимый Егода? Так. Какая защита? Слушайте, какая защита? Адвокат, оказывается, у него был? Ну, это очень странно. Вот. Откуда адвокаты на этих процессах? А, ну, в принципе, понятно. Все адвокаты работают в ГПУ, как любил писать товарищ Троцкий. Вот. Поэтому это то же самое, что Вышинский, только сбоку. Вот. Комодов. Подтверждает ли подсудимый Егода свои показания, данные на предварительном следствии в части, касающихся свиданий с Плетнёвом? Плетнёв – это врач-убийца, который убивал Горького. Ну, в этой нашей виртуальной вселенной, где мы считаем, что что-то такое, в принципе, могло быть. Вот. Егода. Я это сказал. Комодов. То же самое в отношении свиданий с Казаковым, второй врач-убийца. Это тот, который там лизатый, арест которого описывается у Женицына в архипелаге. Ну, вот. Егода. Я это подтвердил. Комодов. У меня вопросов нет. Брауды. Два адвоката. Охренеть. Представляете, сколько адвокатов из ГПУ у Егоды? Зачем они, главное, если всё и так срежиссировано? Вот. Кому принадлежит сама идея смерти от болезни? Я сказал – Янукидзе. Вот. То есть, адвокаты, они делают акцент опять на том же, на чём делает акцент сам Егода, что он был только исполнителем. Приказывал всё Янукидзе. Янукидзе уже расстреляли, я напоминаю. Вот. Позвольте спросить, какими методами вы добивались согласия Левина? Вот. Левин – это третий врач-убийца на осуществлении этих террористических актов. Во всяком случае, не такими, какими он здесь рассказывал. Ну, Левин там рассказывал, что Егода его дико запугивал, что говорит, что если чё, я там до тебя доберусь и так далее и тому подобное, что у меня тут руки длинные, да, мы на тебя повесим там всё, что угодно и так далее. Вот. Вы подробно сами говорили об этом на предварительном следствии. В этой части вы подтверждаете ваши показания? Они утрированы, но это не имеет значения, говорит Егода. Рауде. У меня вопросов больше нет. Председательствующий. У подсудимых есть вопросы к Егоде? Подсудимых ещё спрашивают. Рыкова, Бухарина там и так далее и тому подобное. Есть ли у них вопросы к Егоде? Ну, а зачем? Что и так, что ли, всё непонятно? Понятно всё. Зачем подсудимым давать открывать рот? Или они просто уже отрепетировали? Там, понимаете, вот создаётся впечатление, ну, если всё так, как нам рассказывают троцкие служеницын, те же самые, что там сидит какой-то человек калибра Фадеева, да, вот, или, я не знаю, или Шолохова, вот, в НКВД, вот, и пишет сценарии вот этих процессов, да, то есть с драматургией, там, с раскрытием характера, с сюжетом и так далее и тому подобное. Ну, то есть такая качественная работа, там, с проработкой деталей. Итак, Рыков. У меня тот же самый вопрос относительно архива, о котором говорил Буанов. Ну, тут разговоры о каком-то архиве Рыкова, который якобы был у Егоды. Ага, вот, ну, то есть, ну, это такой вопрос очень частный, мы его немножко пропустим. Вот, в том числе и, как бы, Егода говорит, что это полная фигня, что тут по сравнению с другими преступлениями, в которых я уже признался, то есть архив Рыкова – это фигня. Вот, Вышинский. Скажите, подсудимый Егода, вы в своей преступной деятельности покрывали меньшевиков. Меньшевиков? В какой период, Вышинский? В 35-м году подпольную преступную деятельность меньшевиков. Егода, по моим данным, особо активной роли меньшевики не играли. Вышинский. Какую-нибудь роль играли? Егода. Почти никакой. Вышинский. Значит, какая-то была. Егода. Самая незначительная. Интересный, забавный разговор. Вышинский. Ну, Вы, по крайней мере, даже эту самую незначительную роль меньшевиков покрывали? Егода. Я не смогу ответить на этот вопрос. Вышинский. Позвольте мне предъявить Егоде его показания в томе 2, лист дела 135. Вопрос. Вам предъявляется документ из материалов НКВД, в котором сообщается о меньшевистском центре за границей и об активной его работе в СССР. Вы припоминаете этот факт? Егода. Да, я знаю. Я только не могу на это ответить здесь. Ну, судя по всему, тоже имеет в виду, что это разговор для закрытого заседания. Вышинский. Я и не хочу, чтобы Вы отвечали. На этом документе в ноябре 35-го года наложена следующая резолюция. Это давно не партия и возиться с ней не стоит. Ответ. Да, эту резолюцию писал я. И дальше Ваше объяснение. Это только одно из проявлений того, как я оберегал от провала и отводил удар от меньшевиков, потому что они находились в контакте с правами. Подтверждаете Вы это? Да. Ну, то есть, тут технологии изложены. Да, то есть, ну, грубо говоря, есть какая-то организация меньшевиков за границей, которая состоит на связи с этими самыми правыми тарацкистами. И Егода, как член права тарацкистского блока, он, когда ему там донесения о меньшевиках кладут на стол, говорит, это все фигня. Займитесь другими делами. Ну, там дел много в этот момент, поэтому есть чем заняться. Вот, значит, из этого можно сделать заключение, продолжает Вышинский, что правые были в контакте с меньшевиками в подпольной заговорческой работе, и что вы покрывали эту их подпольную заговорческую работу, отводили от них удар за ударом. Так? Егода, это не совсем так. Вышинский, а как? Вы подтверждаете это показание? Егода, я подтверждаю показание, но для того, чтобы объяснить вам, должен сказать об этом документе. Вышинский, я знаю, вы признаете ваши показания правильными? Егода, показание мое правильно. Вышинский, следовательно, так и было, как вы показывали. Следовательно, так и было, как вы показывали в вашей практике, Егода, так и было Вышинский, следовательно, в вашей практике вы оберегали от провала меньшевиков Правильно, Егода? Правильно Ну, Вышинский тут выступает как такой несгибаемый проводник формальной логики То есть он чисто логически Егоду гнёт, да, Егода пытается как-то вот вилять, уходить от конкретных формулировок Именно, то есть тут вопрос не принципиальный по большому счёту, ну, то есть для Егоды, может и принципиальный Всё-таки он какие-то статьи пытается из себя спихнуть, а Вышинский его гнёт Вышинский, вот это я вас и спрашиваю Теперь скажите, пожалуйста, какова была роль, по вашим данным, подсудимых Рыкова и Бухарина в умиршлении Алексея Максимовича Горького Егода, со слов Янукидзе, это важно, я знал, что они принимали участие в обсуждении этого вопроса Ну, вот тут дело в том, что сама фигура Янукидзе, уже осуждённого и расстрелянного, она даёт как бы пространство для некоторого манёвра Потому что Егода может всё спихивать на Янукидзе, да, вот А Бухарин с Рыковым, они, соответственно, могут от всего отнекиваться Ну, мало ли, что там кому Янукидзе сказал, да, то есть его уже не переспросят Вот, поэтому прямой связи между Бухарином, Рыковым и Егодой Вот в этих делах таких Вроде умиршления Алексея Максимовича Горького Её нет Ну, это как вот в мафии, да, то есть есть Дон, есть Капо А есть этот самый, консильёре, да Вот, и Капо получает приказы от консильерии Вот, если консильерия, например, убить То никогда в жизни никто не докажет, что Капо получал приказы от Дона Ну, вот, ну, тут вот ровно та же схема А, вот Со слов Енукидзе я знал, что они принимали участие в обсуждении этого вопроса Вышинский По поводу Рыкова мы этот вопрос выяснили Рыков признал, что в разговоре с Енукидзе у них стоял вопрос о возможности террористического акта А я хотел бы спросить Бухарина по этому поводу Вот тут начинается соло Николая Ивановича Бухарин, я не принимал никакого участия Вышинский, я вам ещё не задал вопрос, а вы торопитесь отвечать Бухарин, вы сказали, хотели спросить меня по этому поводу Вышинский, я сказал, что по этому поводу, но вопрос я ещё не задал А ответ уже почти получил Типа, давай помело, прибери и говори, когда тебя спросят Я хочу вас спросить, какое было отношение Алексея Максимовича к Троцкому? Бухарин, резко отрицательное Вышинский, а вам известно, какое отношение было Троцкого к Алексею Максимовичу Горькову? Бухарин, то же самое, резко отрицательное Прикажете рассказать более подробно, Вышинский? Нет, сейчас это не требуется Я хотел бы спросить Бессонова Бессонов Сергей Алексеевич Советский государственный общественный деятель, дипломат Родился в семье псаломщика СССР С 911 года В 1918 году Член исполком Вологодского губернского совета крестьянских депутатов СССРовского губкома В том же году вышел из партии СССРов Но это, видимо, после 6 июля После убийства Мербаха и сопутствующих событий В 1919 году только записался добровольцем в РКК В 1920 вступил в РКПБ Окончил институт красной профессуры в Москве Читал лекции капитализма и пролетарская революция Тра-ля-ля Полемизировал с Троцким Бухариным С 1930 года находился на дипломатической работе В 1930 году сотрудник торгпредства в Германии Это важно В 1932 году в Великобритании заместитель С 1933 года, соответственно, он советник по предству СССР опять в Германии То есть, если он говорит что-то по Троцкому То надо просто понимать, где они могли общаться Был репрессирован 15 лет И 5 намордника, что называется Поражение в политических правах Заключен в Орловскую тюрьму В 1941 году, накануне взятия Орла, был расстрелян Ну вот, был такой момент, когда Опасных людей, которые считались опасными В 1941 году Их расстреливали Так, вернемся Я хотел бы спросить Бессонова Подсудимый Бессонов Вы подтверждаете, что отношение Троцкого к Алексею Максимовичу Горькову Было резко отрицательным? Да, подтверждаю Вышинский, на основании каких фактов? На основании того, что высказал Троцкий в личном разговоре со мной Вышинский Вы подтверждаете то, что вы показали на суде Что Троцкий передал через вас директиву о физическом уничтожении Горького Бессонов Да, я передал это задание Троцкого Пятакова Так, кто такой Пятаков? Пятаков Георгий Леонидович Пятаков А вот, участник гражданской войны на Украине Тра-ля-ля Соответственно, украинец, не еврей Нас интересует Значит Кем он был Так, руководитель торгопредства СССР во Франции Соответственно, да? С 27-го года Вот, потом заместитель комиссара народной промышленности Вот Тра-ля-ля Должен был быть назначен судьей на первом московском процессе Так Ну и, соответственно, осужден по делу параллельного Антисоветского троцкистского центра Это второй московский процесс Вот Расстрелян Реабилитировал наш в 88-м году Ну, тоже вот серьезный человек, известный Так, продолжим Да, я передал это задание Троцкого Пятакова Вышинский Троцкий выбрал Пятакова как одного из главарей блока Так, что ли? Бессонов Да Вышинский Вы с Пятаковым были связаны по подпольной заговорческой работе? Бессонов Совершенно верны Вышинский Вам известно, подсудимый Бухарин, что это враждебное отношение к Горькому имело место не только со стороны Троцкого, но и троцкистов Бухарин Да, конечно, потому что троцки и троцкисты – это единая суть Заговорщики подчинялись на военный манер Вышинский Вам известно, что это отрицательное отношение к Горькому со стороны троцкистов имело отчетливую форму? Бухарин Вы спрашиваете меня о том разговоре, который был у меня с Томским? Ну, Томский – это на даче, у которого они постоянно все там тусовались Вот, бывший профсоюзник Вот, Бушинский Если это есть доказательство того, о чем мы говорим Бухарин У меня был один разговор с Томским Бушинский Где был разговор? Когда? Бухарин В 35-м году Томский мне сказал, что Троцкий готовит какую-то враждебную акцию или враждебный акт против Горького Бушинский Вы узнали от Томского, что Троцкий подготовляет какой-то враждебный акт против Горького И не спросили Томского, откуда ему это известно? Бухарин Нет Я предполагаю, что ему это было известно от троцкистских участников блока Бушинский Он вам не сказал, почему троцкисты готовили эту враждебную акцию или акт против Горького Он этого не сказал Он сказал, что это акция против Сталинца Горького Как защитника социалистического строительства вообще Сталинской партийной политики в частности Думаю, здесь шла речь о том большом резонансе Который каждое слово Алексея Максимовича имело на международной арене вообще У интеллигенции в частности Ну вот это то, о чем мы говорили в прошлый раз Потому что Горький это был очень серьезный такой персонаж Именно в смысле общественного мнения, пропаганды и так далее И при живом Горьком переворот осуществлять это Бушинский Не касается ли этого момента Томский в связи с вопросом о свержении советской власти? Бухарин Нет, гражданин прокурор Бушинский Это вы хорошо помните? Бухарин Это я хорошо помню Бушинский Разрешите мне напомнить то, что говорил Бухарин на предварительном следствии Том 5 лист дела 117 Троцкисты, говорил мне Томский Аргументировали свое положение тем, что если серьезно ставить вопрос о свержении сталинского руководства Нельзя не учитывать того обстоятельства, что в лице Горького право троцкистской организации Натолкнется на активного и очень влиятельного противника Томский говорил мне, что троцкисты категорически настроены на своем предложении и оно осуществляется Ну, в смысле ликвидации Горького Бухарин Это, видите ли, гражданин прокурор Так как меня допрашивали Какой смысл я вложил в эти беглые замечания Томского И какое впечатление сложилось от этого разговора То я это более подробно изложил Причем это и есть мое впечатление Которое я припомнил Когда меня спрашивали относительно разговора с Томским Ну, Бухарин начинает плутать Бушинский, скажите Совершение подобного акта над Горьким Связывал ли Томский с вопросом о свержении советского правительства? Бухарин По существу связывал? Бушинский По существу он связывал? Бухарин Да, я ответил Бушинский Меня интересует существо Бухарин Но вы спрашиваете конкретно Бушинский Ваша беседа с Томским дала основание считать Что вопрос о враждебном акте против Алексея Максимовича Горького Ставится в связи с задачей свержения сталинского руководства? Бухарин Да, по существу это можно было сказать Бушинский Следовательно, вы знали, что речь идет о каком-то враждебном акте против Горького Да Вот А мне скажите Вот это вот все уловки там Уходы с темы там Какие-то вот И блуждания Бухарина мысленные Это все НКВД тоже придумало, да? Ну, наверное Вот Бушинский О каком же, по вашему мнению, враждебном акте шла речь? Бухарин Я тогда об этом совершенно не думал У меня и в мыслях не было Хе-хе-хе Бушинский Что вы думали, скажите? Вот Бухарин Я ничего почти не думал Детский ссад начался Бушинский Но дело-то серьезное Разговор идет о чем? Бухарин Разрешите мне объяснить в паре слов Сейчас, пасфактум Теперь, во время следствия Я могу сказать Бушинский Не во время следствия А во время разговоров с Томским Бухарин Это был беглый разговор Разговор во время заседания политбюро Который длился всего несколько секунд Бушинский Меня не интересует Сколько времени длился разговор Вы могли целый час беседовать с Томским Где-нибудь в уголке Поэтому для меня ваша аргументация не имеет значения Мне важны факты И я хочу их установить Имели место следующие факты В 35-м году В начале Если вы правильно говорили На предварительном следствии 35-го года У вас с Томским был разговор Томский вам сообщил Что троцкистко-зиновьевская часть Право троцкистского блока Затевает враждебный акт против Горького Как против сторонника сталинского руководства Так? Бухарин Это можно так Это так можно формулировать Бушинский Это факт? Бухарин Это факт Вот называется Припереть к стенке Да? Бушинский Как вы расценили это сообщение? Бухарин Я прошел мимо этого сообщения Нормально тогда Бушинский Прошли мимо? Бухарин Да Бушинский Когда говорят о враждебном акте То можно разуметь И очень серьезные враждебные акты Вплоть до террористических Бухарин Да От выступлений в печати Неприятного разговора До террористического акта Амплитуда колебаний Очень большая Бушинский А вы в то время Как относились к этому? Бухарин Я в то время На эту Совершенно на эту тему Не разговаривал В моем сознании Ничего не было Что же Что же Это такое ничтожное заявление Что на нем Не следует останавливаться? Бухарин Хотя бы и беглое Вам говорят Что против Алексея Максимовича Горького Готовится враждебный акт Бухарин Дело Примерно было так Я серьезно Формулировал Уже на допросе Потому что я хотел Припомнить Что не проливает ли Этот момент беседы Какой-нибудь свет На тот материал Который имеется В распоряжении следствия И под углом Зрения этого материала Все приняло Определенное очертание А тогда У меня в сознании Этого не было Я не подумал О смысле этого факта Вот Ребят Вот этот вот абзац Да Вот эта вот реплика Бухарина Вот представьте Вот такого текста Страниц на 15 Вот Николай Иванович Это полный пипец В смысле чтения Я говорю Хуже Солженицына Коу Вот Бышинский Не исключено Что именно тогда Речь и шла О физическом устранении Об убийстве Горького Бухарин Теперь я считаю Что это не исключено Бышинский Значит то Что говорил Томский Дало основание думать Что речь шла О террористическом акте Против Горького Бухарин Теперь я утверждаю Что да Бышинский А тогда вы не поняли Бухарин А тогда я абсолютно Ничего не понял Бышинский К суду У меня вопросов Больше нет Ну предлагаю На этом месте Сделать Паузу очередную Ну потому что Во первых Меняется тема А во вторых У меня голос Подсел Вы наверное Слышите Вот Вот в общем Вот такой вот Интересный разговор Да Вот На троих Можно сказать Да И как то Вот Прям вот Респект Охватывает Тем людям Из НКВД К этим вот Безвестным нам Писателям Которые вот эти Сценарии все Писали Да Вот Ну потому что Здесь все Прям вот Разыгрывается Как по настоящему Вышинский Реально давит Логикой давит Припирает Этих ребят К стенке Они виляют Вот Егода виляет Умно Да Вот Бухарин Пытается Там Словобудием Как то Отплевываться Да От всего этого Вот Навиляют оба А Вышинский Прет как на буфет То есть Он их прижимает Говорит Вот это вот Факт Это факт Все Установили Там И так далее И тому подобное Ну и Бухарин Конечно прекрасен Я не я Это я не думал Мне в голову Ничего не пришло И так далее И тому подобное Это прелесть Какая-то Детский сад Штаны на лямках Вот Так что вот так Учим историю Изучаем источники Всем добра Услышимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому